Здравствуйте дорогие телезрители в эфире программа БАГЭТ. Сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя карагандинского областного филиала партии Нур-Утан Успанова Кадиша Базарбаевна. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в программу. Хадиша Базарбаевна, не так давно прошли досрочные выборы депутатов мажорист парламента Республики Казахстан и депутатов маслихатов. Скажите, пожалуйста, какие работы были организованы карагандинским областным предвыборным штабом? На что именно был сделан акцент? Вы знаете, что 20 марта прошли выборы неочередные, как вы уже сказали. В рамках, значит, проведены, было создано 20 штабов при карагандинском областном филиале партии Нур-Утан. Значит, 20 штабов это был штаб областной и 19 у нас было территориальных штабов в различных городах и районах нашей карагандинской области. Работа штабов была направлена в первую очередь, это подготовительный этап, который мы проводили до выбора, выборный агитационный период. И сейчас идет у нас пост выборный. То есть до 3 апреля в рамках сетевого графика мы проводим, завершаем вот сейчас, после выборную кампанию, которая заключает определенные задачи, которые стоят перед нашими филиалами. Значит, работа штабов была направлена в первую очередь, задача стояла качественно организовать выборную кампанию. В состав наших штабов были включены активные, авторитетные, уважаемые люди нашей области. Это были и наши председатели первичных партийных организаций, это были представители СМИ, это соратники президента, это ветераны партии. И очень многие, кто непосредственно в течение всей выборной кампании работал в наших предвыборных штабах. Работа предвыборных штабов, кроме того, также активно проводила свою работу в агитационный период. Это и встречи различных коллективов, это и акции у нас, которые мы проводились в рамках наших общественной приемной. Это в рамках приема нашими кандидатами в депутаты мажориса парламента, кандидаты масляхатых всех уровней. Мы проведили прием в общественных приемных граждан, и затем те проблемные вопросы, которые ставили перед депутатами наши граждане, наши избиратели, эти проблемные вопросы, они рассматривались, если решались, возможность их решить сразу, то мы решали через наши общественные приемные сразу. Если вопрос требует доработки, то необходимо, мы сейчас эти наказы также обобщили, анализируем и будем продолжать также решать эти проблемные вопросы, которые ставили избиратели. Следующая большая работа, которая проводилась нашими предвыборными штабами, это нашими активными членами партии, кроме того, нашими активистами, членами предвыборного штаба. Это было проведение акции «От двери к двери», где совместно с депутатами, кандидатами в депутаты мажориса парламента, с нашими кандидатами в областные городские районы масляхаты, мы посещали наших ветеранов, посещали граждан наших активных избирателей на дому, посещали. Кроме того, большие встречи были в трудовых коллективах, это и на промышленных предприятиях, это объектах бизнеса, это и в трудовых коллективах в различных организациях образования, здравоохранения, то есть разными социальными стратами, социальными группами мы в первую очередь работали. Ну и кроме того, большая работа была проведена также и расклейка агитационного материала. Мы привлекали наших активистов, активисты ЖАСУТАН, наша молодежь, которая активно также помогла и по всей выборной кампании. Была первая волна, вторая волна, третья волна, расклейки агитационного материала, где население могло ознакомиться с нашей предвыборной программой. Вы знаете, что на съезде была принята предвыборная программа партии, которая в первую очередь основывается на пяти институциональных реформ на плане нации 100 конкретных шагов и контроль за реализацией программы Нурлужов. Это программные документы, которые были озвучены главой государства, лидером нации, председателем партии Нурлужа Навершим Назарбаевым. И когда проводилась агитационная работа, то наши кандидаты в депутаты Мажелиса парламента, кандидаты в депутаты Маслихата всех уровней в первую очередь выходили с этой предвыборной программы. Проводилась большая разъяснительная работа среди населения. И если сейчас, вот многие говорят, что если раньше больше, конечно, мы развешивали агитационного материала во дворах, там прочее, здесь отличие, допустим, выборной кампании 16-го года, в отличие от 12-го, то есть здесь больше мы использовали информационные технологии. То есть через социальные сети, через информационные средства массовой информации мы приглашали наше население, значит, избирателей наших, в первую очередь прийти на избирательные участки. Мы их приглашали, чтобы проводили разъяснительную работу, чтобы они до выборной кампании выверили свои списки. То есть эта работа активно проводилась совместно с другими организациями, совместно с исполнительными нашими органами среди населения. И хочу сказать, что больше, конечно, мы старались в эту выборную кампанию, живая дискуссии, то есть больше встречаться, как я уже сказала, акция «Двери к двери», то есть это посещение жителей наших избирателей, и доводить до них конкретно, какие достижения за 25 лет независимости, какие достижения пришел наш Казахстан. И я думаю, эта работа, то есть мы не столько рассказывали о предвыборной программе, а сколько мы говорили о тех достижениях за 25 лет независимости Казахстана. И кроме того, каждый кандидат, он озвучивал свою предвыборную программу, это и в средствах массовой информации вы видели, и в газетах, и на телевидении. Каждый из них рассказывал о своей предвыборной программе, что он будет делать конкретно для избирателей своего округа, какие задачи он ставит, и как уже, допустим, какой опыт иметь. То есть чтобы наше население лучше знало, значит, есть кандидаты в депутаты, кто уже не первый раз избирается, а есть те, кто впервые избирался. Значит, если говорить о составе депутатов, то состав депутатов был представлен различными категориями, то есть различные слои населения. Это и рабочие, это и металлурги, это и люди с сферой образования, здравоохранения, много предпринимателей. И все инвалиды, ветераны, то есть все у нас были представлены различные категории, различные возрастные группы в основном. И то же самое, когда мы проводили предвыборную, организационную предвыборную работу в штабах, то мы в первую очередь акцентировали внимание, чтобы как можно больше наши кандидаты встречались с населением, и во-вторых, как можно больше, чтобы они проводили работу в общественных приемных. То есть это работа конкретно с избирателями, решение конкретных проблем человека, значит, людей, которые идут с определенного округа. Расскажите, пожалуйста, об итогах прошедших выборов. Сколько депутатов заняли свои места в Масрихатах? Ну, по области, да. Вы знаете, что у нас в первую очередь были выборы наших кандидатов от Карагандинской области. Партийный список же шел, да, от партии Нур-Отан. Значит, от партии Нур-Отан в список вошли наши кандидаты, депутаты мажориста парламента от Карагандинской области. Их вошло 7 человек. По области депутатов 294 у нас прошли. Из 298 294 это депутаты от филиала партии Нур-Отан. И, кроме того, здесь представлены, как я уже сказала, разные категории населения. Возраст где-то до 50 лет. Есть и молодежь, есть и люди, которые старше, значит, возраста и средний возраст. Женщин, хочу сказать, что выросла численность депутатов женщин. Значит, мажорист парламент впервые избрана депутатом мажориста Бижанова. Значит, наш представитель от корпорации Казахмыс, она мажорист парламент. Кроме того, у нас в областном Маслихате 7 женщин. Если раньше было 3-4, так вот, каждые выборы, то в этом году численность в два раза возросла. В городах и районах также численность, у нас есть регионы, где женщины-кандидаты представленность очень большая, до 35-36%. Это такие, как Абайский, Шахтинский. Значит, говорит о том, что предварительно у нас проводилась очень большая работа. Это формирование кадрового резерва мы проводили. Большую работу была проведена клубом женщин-политиков в течение последних трех лет. Кроме того, вы знаете, что прошлый год у нас активная работа проводилась среди наших председателей первичных партийных организаций. У нас был год первичек. Мы активно поддерживали активных наших членов партии, активных председателей первичных партийных организаций. И благодаря этому хочу сказать, что от представителей первичных партийных организаций у нас было где-то 92, на праймеризе участвовало 92 наших членов партий. Это председатели первичных организаций. Далее у нас где-то 97 это были представители, значит, это члены полицовета. И точно так же более 90 человек это где-то члены бюро полицовета. То есть мы активно поддерживали и формировали, когда кадровый резерв, именно членов партии, кто является, значит, входит в состав бюро, полицовета и кто является председателем первичных партийных организаций. И кроме того, как я уже сказала, кадровый резерв женщин, эта работа, которая проведена, она, в принципе, как вы говорите, итоги показали о том, что все-таки эту работу нужно продолжать. И это, значит, положительный дает хороший результат. Поэтому мы эту работу будем также и дальше совершенствовать ее. И думаю, следующие выборы мы точно так же активно будем выходить. Если говорить о избрании и той работы агитационной, которая проходила выборную кампанию, то вы видите, что мы и разные наблюдатели, наблюдатели, очень было наблюдателей много, да, и они поддержали о том, что выборы прошли на высоком уровне. Мы увидели гражданскую активность, зрелость нашего гражданского общества, что они активно шли на выборы. Вы видели, даже с детьми шли. И, в принципе, это, наверное, результат в первую очередь той работы, которая была проведена партией Нарутан в межректоральный период. Потому что мы активно в рамках наших партийных проектов работали со всеми социальными стратами, социальными группами. Вы знаете, мы большую работу проводили и с ветеранами, и с инвалидами. Это их трудоустройство, это адаптация инвалидов в среде, в социальной. Кроме того, в обществе адаптация их идет. Эта работа проводилась с семьями также. Большая работа была с предпринимателем по поддержке малого и среднего бизнеса. Большая работа также проведена и с другими социальными группами. Поэтому они уже, кто приходил, они знают, что работа проводилась в партии Нарутан, знали наши партийные проекты. Многих наших председателей первичных организаций, кандидатов в депутаты они уже знали. И после праймерис, когда проходил праймерис, это отбор выдвижения кандидатов в депутаты, они выдвигались от первичной партийной организации. То есть там были наши кандидаты, нашли большую поддержку. Хадиша Базарбаевна, вот в целом, какие задачи ставит партия Нарутан перед партийцами? Над чем должны работать народные избранники в свой депутатский срок? Ну, в первую очередь, они должны работать над наказами избирателей. Самое главное, это наши граждане, наши избиратели, которые доверили данному кандидату быть и представлять, и защищать их интересы на уровне маслехатов. Это областного, городского, районных маслехатов. Точно так же наши депутаты-мажилиса парламента Республики Казахстан. Поэтому здесь партия, филиал партии Нарутан, в первую очередь, в депутатских, на маслехатах созданы депутатские фракции. Фракции в областном маслехате и во всех маслехатах городов и районов. Значит, работать депутаты будут совместно с фракцией от партии Нарутан. Это, в первую очередь, рассмотрение, реализация всех отраслевых программ. Значит, отраслевые программы, региональные программы. Это, в первую очередь, принятие бюджета, рассмотрение бюджета. Рассмотрение, кроме того, также депутаты активно будут участвовать в решении проблем своего избирательного округа. То есть, это и обеспечение теплом, водоснабжением, благоустройство. Это другие какие-то вопросы трудоустройства, допустим, тех же избирателей, которые проживают. Это и вопросы поддержки. Мы работаем над доведением наших через депутатов. Мы будем информировать, разъяснять населению те инструменты государственной поддержки, которые, значит, государство направляет в регионы. И, кроме того, эта работа будет совершенствоваться через наши партийные группы, где депутаты Маслихата всех уровней будут активно участвовать. Партийные группы, они формируются при филиалах партии НРОТАН. И по различным направлениям. Это и поддержка малого и среднего бизнеса направления. Это и направление поддержка женщин. Это идет направление в системе образования, здравоохранения и другие. То есть через партийных кураторов мы будем формировать, проводить анализ той или иной системы. И если есть проблемы, то мы эти проблемы будем отрабатывать совместно с исполнительными органами, совместно с уполномоченными органами. И, кроме того, через наших депутатов-мажилиса парламента Республики Казахстан, если это требует, допустим, решения на республиканском уровне, мы будем решать через них внесение изменений в нормативно-правовую базу и другие. То есть мы будем работать через наших депутатов-мажилиса парламента Республики Казахстан. Кроме того, раз в месяц депутаты маслихата всех уровней обязаны проводить прием в наших общественных приемных при партии НРОТАН. И, кроме того, те проблемные вопросы, которые они будут рассматривать, они дальше уже будут совместно или с экспертными группами, или на депутатской фракции, или же совместно с уполномоченными органами мы попытаемся вместе, совместно решать их. Спасибо огромное, Хадиша Базарбаевна. Огромное вам благодарна за то, что пришли к нам сегодня в студию, ответили на наши вопросы. Желаем больших успехов в вашей работе. Спасибо. Дорогие телезрители, хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был первый заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии НРОТАН Успанова Хадиша Базарбаевна. До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин